Музыка Там всегда происходит что-то. Мне говорят, нет, там ничего не происходит. Там никого нет, кроме охранника. Я говорю, там всегда этот ключ. Значит, это охранник же? Нет. Там куча тусовка мужиков была. Они волейбол играли. Там теннисный корт попал. Когда мы с Игорем и Краском сражались, там был один охранник. Вот сейчас там у нас все, и в порядке. И в прошлой неделе там с тобой мужиков играл волейбол. И вот сейчас, конечно, воды очень много, но в прошлом году или в позапрошлом, видимо, это не один раз. Ирина, на камеру расскажите. Да, это очень интересно. Я по смыслу расскажу. Ну, наверное, да. Здесь проводились мелиорационные работы. Я хочу, чтобы мы подошли вниз и посмотрели, что они сделали. Потому что здесь было болото. Вот сейчас только сверху ручьи текут, а раньше там было заболочено все внизу. И это нормальный, естественный и очень правильный биоценоз этого заказника. Потому что в этих болотах растут орхидеи, саранки и вот все, что положено расти и жить в этом месте. Мало того, здесь гнездятся утки, здесь течет птичья жизнь. И когда мелиорационные работы, по-моему, это все уничтожили, там сетку положили, вырыли несколько колодцев. Не знаю, может быть, колодцы были, но их вычистили. Но там положили сетку и вот эти вот камни положили. С тех пор вся вот эта вот часть стала очень сухой. Вот то, что там сейчас течет ручей и много воды. Но если посмотреть выше, болот-то никакого практически нет. То есть ее осушили, эту болот. И я думаю, что это послужило причиной того, что погибли деревья, которые росли на склоне. Потому что они старые, они корнями не могут дотянуться до уровня грунтовых вод, которые опустились. И вот был ураган, эти все деревья попадали. У Алексея фотографии чуть-чуть были. Да, там теперь сейчас валежник. Там сейчас валежник, эти деревья валяются. Вот. Но я думаю, что дело будет идти и дальше, потому что высыхает склон. И, ну, мы все с вами, наверное, в детстве лепили башню из песка. Да, пока песок мокрый, башню можно слепить высокой и достаточно с крутыми боками. Плюс они вот капают сейчас фонари вот эти. Это тоже они нарушают и грунтовые воды, и течение. Потому что, да, гидрология места нарушается, и здесь начнутся оползни. То есть сначала умирают и падают деревья, а потом будут падать, просто будет падать грунт. Кстати, вот и сейчас, может быть, мы видим уже это. Когда деревья с корнями выворачиваются, естественно, они способствуют к этим. Разрушению склоны, да. Ну, а дальше посадками все это, наверное, вырывается. Крышка старинная, а вот эти вот рукава, они выжили. Видим, что в прошлом году они высаживали, как сейчас. Русла родника пересыхают. Гораздо сушаются, потому что в этом году очень мокрый год. Вот там они высаживали, я не знаю, что это камыш, наверное. То есть это тоже подсадки какие-то, да? Да, в прошлом году высаживали. Ну, почему-то они какие-то жидкие сейчас. Ну, могут и не строить бы тут. Течения воды практически нет. Видим, что это какая-то просто жижа. Вот видите, сетка. Вот эту вот штуку, по-моему, устраивали. Надо сказать, что благодаря ее появлению вот этот берег стал сухим. Он не был таким. Ну, там вот есть влага, да? Всегда, наверное, уничтожить нельзя. То есть постепенно пересыхают вот эти вот русла, и постепенно у нас сушится склон Воробьев гор. А это будет приводить еще к большим потерям деревьев. Ну, главное, что мне показалось на вашей фотографии. Мне показалось, что там были мертвые деревья. Приезжали, деревья уже без коры. Нет, я не права. Весной? Не весной, а после урагана. После урагана... У вас была серия фотографий? Были некоторые с листьями. Были хорошие клены, упавшие. То есть их с корнем вырывало. Липы были. То есть сухих, на самом деле, мало. Вот видите, даже видим, скворечник валяется на земле. Это благоустройство доводит заказник до такого вот неприглядного болота. с завалами упавших деревьев. Здесь они хоть взбирали деревья. Там даже не чистые.